Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, ассаламу аля, ассаламу аля, ассаламу аля, ассаламу аля, ахмату Аллаху, приветствую вас, дорогие друзья, на прошлой неделе я делал третий уже вызов Рамзану Кадырову, чтобы он ответил за свои слова, за громкие слова, которые он очень часто делает. И одним из пунктов, на которые я просил его ответить, был пункт о его заявлении, что якобы Аллах Урани говорит воевать нам за ту страну и за того правителя, который разрешает нам стоить мечети и молиться. Вот этот момент, давайте еще раз его посмотрим. Спецоперации, да, на Украине, потому что мы граждане России, да, если нам разрешают молиться, строить мечети, да, мы обязаны защитить это государство, да, и этого руководителя, президента нас, да. Поскольку твой муфтият не может нам показать такой аят в Уране, где Аллах говорил бы подобное, Кадыров, ты сам сделай это, пожалуйста, чтобы не просто голословные какие-то были от тебя высказывания. Приведи нам, дай нам вот эту вот суру и аят. Я попросил Кадырова назвать нам суру и аят в Урани, где Аллах говорил бы нам подобное. Я также сказал, что на это может ответить и муфтият от имени Кадырова. И вот муфтият нам на это ответил. Адам Шахидов, советник Рамзана Кадырова по делам религии, записал вот такой вот ролик, напомню, каких-то красивых декораций. Он в течение 13 минут рассказывает о том, почему, значит, мы якобы-то там, они обязаны воевать в Украине, защищать Украину. И все эти 13 минут посвящены тому, что он как-то логически пытается объяснить, что, значит, сейчас Чечня находится в составе России. Если нападают на Россию, значит, нападают и на Чечню. Соответственно, защита России является и защитой Чечни и так далее. Но вопрос мой был конкретен. Мне не нужны были рассуждения по логике, какие-то рассуждения, побуждения, почему они там это делают. Нет. Рамзан Кадыров сделал вполне конкретное заявление. Он сказал, Аллах говорит в Куране, что если даже неверующий правитель разрешает строить мечети и молиться, то Аллах говорит в Куране, мы обязаны, говорит, защищать такую страну, такого правителя. И я сказал, покажи мне в Куране эту суру и аят. На это нужно было ответить просто номером суры и номером аята. На это не нужно 13 минут записывать ролик. Это меньше минуты, нужно просто сказать. Мы от имени Рамзана Кадырова, он нам, значит, поручил, мы как его советники по делам религии, мы назовем вам суру и аят. И просто его назвать. Никаких рассуждений, никакой логики. Если я говорю, что Аллах в Куране говорит нам, знай, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. Если я это сказал, и вы меня спросите, а где в Куране Аллах говорит подобное? Я вам должен назвать суру и аят, а не рассуждать о том, что, ну, мы же мусульмане, а мы, соответственно, должны знать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И так как мы это знаем, мы должны просить у него прощения за свой грех. Нет, я не должен вам так отвечать. Я должен вам сказать, что это сура Мухаммад, 47 сура, 19 аят. Вот так я должен вам ответить. Вот мы хотим точно такого же ответа, либо вы должны сказать, он неправильно выразился, в Куране нет такой суры, нет такого аята, в Куране Аллах ничего подобного не говорит. Признайте это, либо укажите нам на конкретную суру и на конкретный аят. Мы продолжаем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok